Здравствуйте, девочки! Сегодня хотела с вами поговорить на такую тему «Как сохранить молодость, когда тебе уже 50+.» Это видео, наверное, будет интересно для тех девчонок, кому уже за 50, за 60 и больше, и также те девочки, которым уже скоро будет, так скажем, 50. А вообще, может быть, интересно для тех девчонок, кто еще совсем молодой, ему и 30 лет, но как-то думает, а что будет с моим телом, и что будет, когда мне будет 50+. Вот мне исполнилось 50, мне сейчас 50+, и это время, вот я даже не поняла, как это все наступило быстро. Вроде как бы ты думаешь, что когда это будет, да, или, например, тело, ну, оно всегда будет, ну, как бы ты меняться и не будешь там, да. Ну, как-то вот все равно, ну, ты знаешь, что, конечно, там все меняется, да, но как-то это будет когда-то, далеко, вот там где-то, но не сейчас. И вдруг наступает этот день, когда ты смотришь, и, ой, что-то зрение не такое, да, что-то голова болит, что-то я не могу коленку согнуть-то, вот, что-то у меня ноги болят, сердце там, это давление, энергии нет. Вот это вот все, это происходит и со мной. И ты смотришь, а, еще, конечно же, спать ты не можешь, да, вот, например, просыпаешься, то в 3 часа, в 4, бывает такое. Или, например, смотришь, а кожа-то, мышцы, да, как-то ослабли, кожа, ой, а что это там, и там, и сям, и, в общем, ты уже меняешься. Это естественный процесс, и все там девочки, которые думают, что это когда-то наступит, это наступает очень быстро, быстро с вами это наступит. Поэтому об этом лучше знать заранее. Особенно это начинается с 45 лет. Быстро очень стареет кожа, значит, набираешь вес, потом что еще, вот эти головные боли. Которые у меня постоянно были, ну и сейчас иногда случается вот это все, зрение, девочки, вообще зрение, с 48 у меня начало зрение падать. И сейчас я вот, вот эти вот очки, сейчас я надеваю их, чтобы просмотреть, как я выгляжу, что у меня там, что-то может у меня не так. Вот, потому что вот так вот, когда ты снимаешь очки, все расплывается, и кажется, все идеально. Так вот, записала я 7 правил для вас, девчонки, если кому будет интересно. Это нужно знать. То, что я для себя сейчас, что я для себя выписала, считаю важным, я хочу с вами поделиться. Вот давайте с вами обговорим эту вот ситуацию, да. Вы расскажете, что у вас, какие у вас изменения, если девчонки кто-то 50 меня смотрит, да. Вот, что вы делаете для этого, чтобы чувствовать себя лучше. Ну, давайте, в общем, поразговариваем, побеседуем. Итак, что я для себя поняла в свои 50+. Для того, чтобы выглядеть хорошо, я не говорю молодо, потому что это, наверное, ну, будет странновато, да. Все равно это будет вида, что тебе там уже не такое качество все. Но выглядеть молодо, я поняла очень важную вещь, что даже не питание, даже не так спорт, но это все важно, да, даже не спорт. Первое, что должно стоять у вас прям красным пунктом – это правильное окружение, правильные выстроенные отношения в семье, правильные люди, которые вас окружают. Первое, это очень важно, возле вас должно быть очень хорошее окружение. Если у вас нет этого окружения, то все, что бы вы ни делали, вы даже не сможете ничего, не заниматься собой, не, ну, уже остальное я уже ничего не буду перечислять. Что такое правильное выстроенные отношения и правильное окружение? Это вот когда вы выходите замуж, у вас появляются дети, да, вот вы живете с мужем, вы должны свои правила выстроить, значит, так, чтобы вас, на вас не ездили. Потому что потом, когда вам будет 50 лет, там, или 40 лет, а вы должны готовить, вы должны за всеми убирать, и вам это в кайф, никакого в кайфа вы не испытываете, вот тогда получается еще больше вот этого стресса, набирается вес, недовольство жизнью, вы бурчите, и вы начинаете болеть, и так далее, и так далее, по списку. Поэтому вы заметили, что вот красивые молодые женщины, которые 50+, плюс, там, 40+, у них правильное выстроенное окружение, у них нету в их поле токсичных людей, их семья поддерживает, они не нагруженные. Потому что, если вас будет использовать вообще, вот, я не знаю, на вас ездить, а вы думаете, что без меня ничего они не смогут сделать, детей до сих пор вы там нянчите своих взрослых, да, Внуков повесили на шею, вот, вот, и везете, везете. Так вот, знаете, что завтра будет и без вас, понимаете, все это вот будет, и все будут счастливы жить дальше и без вас. А вас даже, ну, как бы, ну, вспомнят, что вот такая несчастная была. Но когда женщина это делает в кайф, то никаких тут претензий нет. То есть, это надо делать с любовью, чтобы потом, вот, не писать, как некоторые пишут. Конечно, там, когда заниматься нам с собой, если мне надо мыть посуду, там, все стирать, все тратата, вот это делать, это недовольство, это очень несчастная женщина, понимаете, это женщины-жертвы, вот. И они не могут настроить вот это вот правило свои и начинают на других изливать, начинают завидовать, да, начинают говорить, ты же никогда не работала, хотя человек работает, другая женщина, да, там, например, и так же она все это делает, только она умеет пользоваться, она умеет правильно расставить все в своей семье, вот. Так что об этом тоже подумайте, если у вас, вы до сих пор вот везете детей и думаете, что без вас ничего, и они садятся вам на шею, то вот задумайтесь над этим. Ничего хорошего не будет, кроме того, что потом будут одни недовольства, вот и все. И с вашей стороны, и со стороны детей. Потому что в семье муж и дети хотят видеть счастливую маму, счастливую жену и счастливую женщину, понимаете, которая развивается, которая своей положительной энергией, зарядом несет вот эту красоту и подпитывает всех. Это главная задача женщины. Поэтому свое окружение обязательно, обязательно пересмотрите правила, хотя уже бывает поздно. Если вы все-таки везете всех вокруг, и вообще там на вас это вот так вот все тянете, тянете, вы должны все равно один раз в неделю хотя бы час всем объяснить, что это время только для вас. Вы можете делать зарядку, заниматься, или просто отдыхать, кайфовать, что-то новое узнавать, учиться чему-то новому, или просто для себя сделать какой-то подарок, понимаете. Один час, что вы будете делать, это вы будете решать. Но один час вы должны в неделю хотя бы, это для тех женщин, которые постоянно заняты, да, но вы должны найти для себя и полюбить себя, понимаете. Вот один час, он должен быть вашим. Следующее правило для того, чтобы всегда быть молодой, это никого не обсуждать, не осуждать, не сплетничать. Это очень важно. Некоторые говорят, что у них не хватает времени на себя, и тут же обсуждают свою соседку, как она живёт, и вообще, какая она такая сякая, и сливают вот это вот время, энергию на вообще ни на что. Поэтому запретить себе жить жизнью других людей. Только есть и вы у себя, вы красивая, вы молодая, вы стройная, и я для этого всё делаю и стараюсь. Вот только ваша жизнь. Вот и всё. Не живите чужой жизнью. Нужно получать положительные эмоции. Да, сейчас наше время, это очень-очень трудно, но исключить новости. Вот как вам было бы не, как бы не трудно, да, всегда вот хочется узнать, ну когда там будет всё это, вот мир на земле и всё. И я вот сколько, ну потом плохо выглядишь вообще, очень много переживаешь, а потом оказывается, что это там где-то враньё написали, где-то не так написали. Поэтому, девочки, обязательно, обязательно нужно исключать новости, телевизор, вот это вот всё надо на последнее оставлять и получать положительные эмоции. Как мы можем получить положительные эмоции? Первое – это подарить нашим близким положительное, то есть что-то приготовить классный ужин, который они оценят. сделать сервировку стола, сделать то, что они не ожидали от вас. Такое красиво одеть на себя, да, что-то, например, сходить в кино, что-то новое узнать. Вот старые фильмы очень-очень-очень поднимают настроение, вот, например, старые фильмы, да, общение с подругой, общение с теми людьми, которые вам нравятся. То есть положительные эмоции, вы сами можете их выбрать. Это не обязательно то, что я перечислила. У каждого есть своё хобби, например, да, вот обязательно, вот нужно черпать. А особенно, я так думаю, что если вам нравятся люди, какие-то вот человек, побольше с этим человеком общаться, позитива побольше надо в свою жизнь впускать. Конечно же, спорт должен быть в вашей жизни обязательно. Вот, например, я люблю массаж лица делать, да, или люблю гимнастику для лица делать. Но, вы знаете, существует очень много вот этих вот занятий, да, вы там можете платить большие деньги для того, чтобы стать красивой. И вот мало кто говорит, что лицо невозможно изменить, если у вас, ну, то есть как-то вы можете в тонус его привести, естественно, но если у вас рыхлое тело, лицо также будет плыть. Если у вас нет осанки, надо заниматься хотя бы 10 минут в день. Не обязательно, как вы будете, что вы будете делать там обязательно, ну, вот, делайте то, что вы можете делать. Я, например, занимаюсь, руки начинаю качать, просто беру бутылки обычные с водой и вот таким вот движением начинаю накачивать. Потому что я понимаю, если я сейчас не буду накачивать руки, не буду это, оно уже всё плывёт, а ещё будет хуже. Поэтому, чтобы до этого не довести, занимаемся спортом обязательно, танцуем, не надо ходить в эти спортзалы, делайте это дома. Обязательно питание, не наедаться, не нажираться. Это должно быть, можно даже два раза в день есть и порции сокращать. Всё мы съели в молодости. После 50 мы едим лёгкую, здоровую, полезную пищу и сокращаем свои тарелочки. Не надо вот это наедаться, это самое главное. Следним пунктом обязательным – это сон. Нужно ложиться вовремя и высыпаться. То есть это тоже важно. Перед сном тоже сделать какую-нибудь разминку, если у вас время есть, получается. Не всегда это может быть, конечно, я понимаю, но приучить себя надо вот к растяжке. Вот, 5 минут, 3 минуты, я не знаю, сколько там, 1 минута понаклонялись хотя бы, и то будет вам плюс. И засыпать ложиться в одно и то же время. Не выспитесь, всё будет на лице. Себя, как говорится, вы не обманете. Вот такие, в принципе, простые правила, которые я сейчас лично сама придерживаюсь. Пишите свои правила. Согласны вы с этим или что-то я, может, упустила. Мне будет это очень интересно узнать. Давайте пообщаемся. Давайте поделимся своим опытом. Ну всё, я всем желаю красоты, мира, спокойствия. Увидимся уже в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok